...бешил связаться с Трис Мерригорит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Меня ваша добыча не интересует, мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место! Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Но выговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража! Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки! По-твоему, их имущество можно грабить? Но магии чародейки не закона. Но их скарм, забота храмовой стражи. А Новиград — город законопослушный. Ты знаешь, что нетопырь чует мотылька за милю? Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же! И в нетопырях ты разбираешься. А я думал, только в монстрах. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовище. В Новиграде нет места таким, как ты. Я не сделал ничего дурного. Но сделаешь. Такие, рано или поздно... Моей... Мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи вора! Не прикасайся ко мне! Я ведьма! Не задерживаться! Я слышал о тебе. Силнин! Подозрительно ты выглядишь, приборка. Одинушка какая-нибудь найдется? Найдется милостынка для убогого? Хромой. Да где я там? Обеими ногами владею. А руки, что твоя мельница... О, как махаю! О, гляди, о! Я, видишь, умственно помешанный. Мне нужно добраться до места, которое называют гнилой рощей. Знаю-знаю, не скажу. Знаю-знаю, не скажу. Почему? Потому как нельзя мне говорить. Но я б тебе сказал, если б ты такой настырный не был. Если хочешь, приходи в другой раз. Тогда и скажу, можно. У тебя действительно с головой не в порядке. А, я что говорил? Не кратите этот гнусный балакан. Так, на веселец, это все-таки уже через него. Там и дело. Там и дело. Там люди, у меня там и дела. Эээээ... Пожив, твоего... Говорил я ему, не лазь, говорю туда, голуб. Сжальтесь, господин, над горькой долей. Помогите, бедолаги. Я не ел уже три дня. Я дам тебе крону. И то ладно, сударь. А то с голоду у меня желудок к кишкам прирос. Но я могу дать тебе и больше. Если скажешь, куда ты относишь весь дневной заработок. К хозяйке моей. Попробовал бы я иначе. Ха! А я думал в гнилую рощу. Как по мне. Пусть король нищих себе в гузна свою корону засунет. И скипетром подтолкнет. Гроша он от меня не получит. Ты очень смелый. Или очень глупый. А что он мне сделает? Ноги переломает? Милости просим. Калека в два раза больше зарабатывает. Я так понял, с ломанными ногами дело не кончится. Тогда, может, дашь немного монет для будущей вдовы? Держи. Может, ты хоть знаешь, где находится гнилая роща? Не знаю. И поверь мне, знать не хочу. Да хранят тебя боги. Такой хари, как у тебя на улице не заработаешь. Вот элегантным нужно быть. Помоги мне найти гнилую рощу. Ничего я не знаю ни про какую рощу, а про гнилую и подавно. Я не садовник. Это очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Говорят, в Новиграде ничего не бывает даром. Ах, чую, сейчас опять начнет выпытывать. И почему людям кажется, что ничьи знают всё? Сведи меня с этим. Сведи меня с тем. Да в гробу я видал. В Новиграде есть место под названием Гнилая роща. Да не сомневаюсь. В Новиграде полно разных мест и все с названиями. Хочешь посмотреть, купи себе карту. Я слышал, что такие как ты навещают этот угол. А я слышал, что тебя навалили конских ярмок. А ты посмеялся, да сиел. А теперь иди-ка со своими вопросами по добру, по здорову. Пожертвование. Словно нечистот достигается из-за... Ведьмак. Это вечный огонь. Ведьмак. Вечный огонь с тобой. Эй, седуй на цех. Оруженосец не нужен? Я буду за тобой приглядывать, белоколубый. Не крутись, Пор. О, опять ты. Поговорим, как в тот раз. Как я уже сказал. И снова я тебе помогу. Роща там вон. Там это где? В квартале Ушлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка плодила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то не сложно. Послушай, старая чушка плодила под свинков, а? Благодарю за помощь. Не крутись, Пор. Такие щетки для волос использовала только Трис. Кажется, я чем-то отравился. Не трогай меня. Хватит свинять. Открывай. А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. О. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Что тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господи. И? Смотришь, ты отошел, мама. Как наше предприятие? Хорошо. В наших людях. Наверное, пора кое-что прояснить, черотейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи – это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща – обидное прозвище для нашего пристанища. Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать. Может, сад свободы? Для человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичен. Ты называешь это данью, а я – налогами. Для тебя это воры, а для меня – работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет – это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовиц со своими охотниками-заколдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Трендеж, праздник. Видно, не только для них. Чернь всегда любит. Это. Я рад. Вашим? Но. Аси. Я с удовольствием. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне вожить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так, иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходят трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул. Так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, некоторые дела требуют жертв. А люди? И люди тоже. Так может, ты достанешь мне этот мешок? Твой я взяла. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Мусы бабы. Возьми. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На вести не должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Навиград когда-то был вольным городом. Это не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толком. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до полной. Навиград стоит на деньгах. А для ведения... Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него нач... Думаю... Спасибо. Ты не знаешь, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу Ладан, и у нас будет минутка поговорить. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами, и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе моё житьё бытьё? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смирившийся. Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. Здравый подход. Прекрасно понимаю. Я знаю. А у него... Все... Ну, раз... Откуда ты знаешь... Ты... У меня всё в порядке? Это хорошо. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже... Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Раз ты такой чуткой, бежать надо было. Я бегать. Ты ведь... Вот тебе... Спасибо за совет, но, к сожалению, я не смогу им от... Ладно, поговорили. Хватит слушать этого сукина сына! Вот и я так думаю. Убейте их вот. Убейте их вот. А они меня... Пощупите меня, добрый человек! Заткнись. Хорошо. Ты пошел отсюда. Спа... Тебе пора менять. Чародей, ты знаешь, в городе живет одна нейромантка, Карина Тиви. Говорят, очень сильно. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец, богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь с нами? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крышами? В любом случае, ничего приятного. Рад был снова тебя увидеть. И я, Гера. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Одни воры, девки-убийцы. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф Де Йонкер. Из тех самых Де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец сговаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тильди. Тебе повезло. Потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Я хотел бы туда войти и осмотреться. А, обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Разумно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...